друзья привет это decanter и мы продолжаем говорить о виски мы продолжаем открывать все самые интересные бутылки и сегодня мы поговорим о производстве колыла мы уже говорили о нем однажды для меня это отправная точка наших дегустаций и если вы хотите посмотреть тот ролик и получить больше наверное информации о истории о бренде о том что происходило с заводом который гектор хендерсон открыл в 1846 году найдите первый ролик и посмотрите его сегодня у нас ролик в котором я вам расскажу о наших дегустационных образцах мы обсудим каждый из шести релизов но попробовать вместе с вами я их не смогу дегустация кулыла вызвала невероятный ажиотаж и спрос поэтому так уж сложилось что мою дегустационную порцию я вместе с нашим залом попробовал на дегустации и когда мы открывали бутылки поэтому сегодня у меня только один бокал с виски но мы обсудим каждый из релизов завод как мы знаем крайне интересный завод выпускает очень мало релизов завод который продает и является основополагающим донором для компании diagio и для такого бленда как johnny walker не радует поклонников большим количеством линеек большим количеством серий и даже самые удачные на мой субъективный взгляд релизы как on pit это коллекция или 18-летняя версия снимаются с производства и не производятся в нынешнее время но такова судьба этого завода он переживал множество разных исторических моментов закрывался правда всего три раза но на самом деле кулыла влюбляет себя во первых потому что это прекраснейшее место это звук пролива через который вы можете увидеть остров джура его так называемые the pubs и на самом деле мне кажется что есть некая связь между этими заводами но в профиле это вы конечно не можете почувствовать потому что окуривание солодом заказ солода на порт элен такой же как для своего брата но более статусного более разрекламированного и наверное более ценного для компании диаджо коем является на логовулин колыла не сыскала таких почестей она находится в тени и если арбик лафройка логовулин являются королями айлы то наверное полыла не хочется как-то говорить грубо но это такой некий забытый персонаж или брошенной с точки зрения интереса самой компании диаджо и лишь большое количество спиртов которые выгоняются на шести кубах а сейчас это примерно шесть с половиной миллионов литров нужны для того чтобы джонни уокер был представлен во всех уголках мира чтобы хватало мощностей и в мой визит на завод мне во первых удалось увидеть миграцию дельфинов во вторых прекрасно провести день но я столкнулся с тем что очень мало людей работает на заводе много процессов контролируется машинами и еще раз повторюсь очень ограниченное количество релизов находится на нашем рынке все знают что когда мог так называемый рассвет от колыла появился на нашем рынке я всем его рекомендовал если вы сейчас можете найти эти бутылки удивительного качества вкуса стиля нас за адекватные деньги прекрасная бутылка для тех кто любит и дымные виски и для тех кто любит профиль более сладкий более обтекаемый более леденцовый может быть слегка соленый минеральный это все колыла мох вам даст но сегодня этого релиза нету в нашем сете у нас 12-летняя наверно самая известная самая популярная самая представленная на полке версия это distiller's edition 18-летняя версия бутылка 16 лет это фестивальная версия 2020 года лимитированная тридцатка и финальная бутылка мы открывали уже не раз это анпит от версия 15 градусов на бочковой крепости но наверное прежде чем мы поговорим о каждом релизе я вас друзья призываю подписаться на телеграм-канал азбуки виски и декантера обязательно следить за нашим youtube каналом и нашими роликами писать комментариями писать вопросы или может быть писать ваше мнение где она не совпадает с моим я например искренне считаю что очень недооценено общее мнение относительно акулыла очень сильно недооценены релизы и даже базовая версия их 12-летняя бутылка не снискала славы хотя я считаю что это одна наверное из там трех лучших кореньш версий которая есть на рынке которую завод выпускает в самом большом объеме и для самых больших продаж еще раз повторюсь порядка 90 процентов спиртов с колыла уходят на джонни вокер и его движение в мире остается совсем чуть-чуть для того чтобы делать может быть не ограниченную ограниченную линейку ограниченной серии но при этом которые всегда вызывают большое количество интереса и это связано с тем что колыла практически никогда не бывает плохой или не оставляет равнодушный виски любителей давайте наверно с нее и начнем 12-летняя версия 43 процента алкоголя бурбоновая бочка и все с этим релизом хорошо он понравится и тем кто только знакомится с айла я считаю что профиль колыла более сладкий более леденцовый в нем больше как раз нюансов которые нравятся начинающему но при этом там есть и сокрытая дымность и некая составляющая океанического виски морского виски водорослевого виски да здесь нету бинтов да здесь нету шпал да здесь нету мази вишневского резиновых сапог это совершенно другое направление которое существует и многим нравится при условии того что не всегда когда вы хотите дымные виски и вы обращаете свое внимание на виски с острова айла вам нужны вот эти характерные особенности или черты которые многим кажутся неприятными кому-то кажутся грубыми иногда просто хочется сладкого открытого немного дымного но такого пит кого с точки зрения возможности взять бокал и сделать небольшой глоток виски и 12-летняя версия за свои деньги удивительно вписывается во все эти параметры и на мой опять же субъективный взгляд очень качественно попадает в вариацию того что вы можете и должны поставить у себя в баре для того чтобы иметь возможность получить разный дымный и торфяной профиль с одного острова если вы например любите арбик или логовулин поверьте мне совершенно по-другому виски ощущается ведет себя совершенно по-другому и даже если сравнить его с казалось бы на логовулинам где схожие характеристики солода спирты совершенно другие у логовулина как мы знаем кубы похожи на луковицу они приземистые они широкие она кулыла совершенно другая история такой антипод и для тех кто не знает клан лишь является копии фактической перенесенной с майнленда на остров айла или в другой последовательности но это опять другой виски поэтому обязательно попробуйте если никогда не пробовали и не бойтесь того что это остров айла и вас обязательно собьет с ног дым торфа активности мощь этого виски кулыла является таким наверное более женственным или более открытым или более дружелюбным с точки зрения потребления виски не все релизы но двенашка точно второй релиз который мы открыли на дегустации это distiller's edition это желание показать каким виски может быть если его структуру изменить альтернативной бочкой и здесь конечно же бочка из-под маскотеля используется бочка из-под маскотеля 43 процента алкоголя и профиль получает больше медовости он получает больше сладости он получает такую мягкую структуру винограда сладкую структуру и конечно является другим виски более ликерным более тягучим более маслянистым сладость и объемность добавляется бочка из-под маскотеля порадует сладкоежек тех кто предпочитает именно такой более ликерный более может быть томный процесс потребления и вот если сравнить казалось бы distiller's edition это продолжение двенашки еще раз повторюсь сделано для того чтобы показать вам каким классическая версия может явиться если ее доработать или изменить бочкой так вот по моему мнению и зал со мной согласился 12-летняя версия более питкая более открытая более понятная большинству любители виски с ней не надо сидеть достаточно долго не надо разбираться в нюансах и тонах которые дает виски в бокале ее можно просто пить с удовольствием отличный пэринг это мясо это любой гриль это все что мы любим летними днями около костра или огня а distiller's edition наоборот уже такой более элегантный более стильный чуть более сложный больше десертные виски и мне кажется он порадует во-первых людей более искушенных и тех кто предпочитает небольшое количество виски для того чтобы провести время наедине с собой может быть подумать о чем-то и ни в коем случае не торопиться здесь уже есть о чем поговорить есть где поискать нюансы третья бутылка которая была на нашей дегустации это 18 летняя версия это такой прямой мостик от 12 к 18 мы знаем что бывает или была на рынке версия не 18 в варианте on pit но здесь дымная составляющая присутствует она очень мягкая еще раз повторюсь это не болото это не резиновые сапоги гудроны мази вишневского это совершенно другой дым чуть больше приближенный к сгоранию древесины зола пепел может быть какие-то табачные продукты горения и 18-летняя версия очень мягкая очень стильная возможно ей чуть-чуть не хватает крепости все таки здесь 43 градуса и если бы она была чуть-чуть покрепче она была более структурной обширной но лично мне этот виски очень нравится я считаю что это отличный баланс цены и качества это прекрасный возраст это все тот же профиль с может быть более углубленной возможностью дать вам нюансы тонкости но здесь уже и профиль чувствуется отлично и вот эти может быть сал с волноватой нотки белый перец может быть какие-то специи пряности все это также сохраняется но очень лаконично и органично себя ведет релиз с точки зрения его дымной активности и составляющей как в ароматике так и в послевкусие глотки еще раз повторюсь что сейчас мне кажется айла взяла такой вектор на увеличение релизов с возрастом 18 лет но к сожалению колыла 18 лет снята с производства они выпускаются и ее еще можно найти во всяком случае на полках декантера она точно есть поэтому если вы предпочитаете более возрастной более сложные виски обратите на эту позицию внимание хороший действительно хороший молд 18 лет остров айла это не может быть дешево но с этой бутылкой можно прекрасно провести время и с человеком который уже разбирается виски с тем что и с тем кто пытается разобраться виски и не боится острова айла как данности и его продукта 4 бутылкой на дегустации у нас была редкая бутылка еще раз повторюсь это 16-летняя версия это distiller exclusive bottling для фестиваля 2020 года это 53 и 9 градусов и бутылка номер 1669 вот про этот релиз мне бы хотел сказать отдельно кардинально отличался от всей гаммы нами попробованы очень жесткий очень структурный очень плотный очень сильная интеграция дерева персональная селекция дистиллер менеджера нам хотела показать хотя опять же возраст 16 лет не является каким-то сверх длительным но вот этот релиз для тех кто любит бочковую крепость для тех кто любит активный и такой свежий плотные легкие виски этот релиз не подойдет здесь все очень строго может быть даже где-то временами грубо появляется на послевкусии и черный перец и специи и древесная нота и вот этой привычной в гамме бутылок колыла солености минеральности свежести и сладости в этом релизе нету он наоборот выделялся именно тем что абсолютно был не похож на предыдущие первые три релиза и вот это вот селекция которую мастер дистиллер провел она и нужна была для того чтобы показать каким еще характером может обладать колыла при этом я пробовал достаточное количество релизов и мы их открывали в достаточном количестве колыла всегда прекрасно работает с крепостью не надо этого бояться и к этому мы перейдем чуть позже но наверное сейчас мы обсудим самую главную бутылку это 30-летняя версия это limited релиз бутылка номер 1942 дистилляция в 1983 году а бутилирована она была в 2014 55 и один процент алкоголя прекрасной коробки один из самых возрастных релизов официальных релизов завода существует еще 35-летняя версия но нам посчастливилось достать эту бутылку за адекватные деньги мы понимаем что 30-летняя ограниченная версия на бочковой крепости в нынешних реалиях мира виски это дорого но могу сказать что несмотря на голосование зала релиз абсолютно гениальный это может быть не шедевральный виски в рамках всех попробованных мной но это очень сильный продукт здесь прекрасно интегрирована бочковая крепость он прекрасно сложен он очень переменчив в нем большое количество нюансов и тонкости если он первично не дает вам дымные составляющие вообще это больше сухофрукты это больше леденцы это минералы это соли это такая глубина и очень интересный объем с меняющимися фокусами на том в какой момент вы подносите бокал к носу знакомитесь с ароматом или делаете глоток так вот этот релиз достаточно универсален со всех сторон потому что он и очень хорошо дает вам ароматическую группу он очень приятно ведет себя когда вы делаете глоток у него ну не бесконечное послевкусие но достаточно длинная и где возраст хорошо поработал ничего не выпирает это как хороший оркестр под управлением гениального дирижера я этому релизу отдал первое место я считаю что конкурентов в этом сети у него нету но сколько людей столько мнения и еще раз повторюсь что по моему мнению отличный релиз крепость вкус длина объем и какое-то вот ощущение удовольствия здесь присутствует несомненно даже несмотря на то что это высокая цена это 30-летний спирты это дистилляция еще до 2000-х годов этот релиз входит наверное в топ этого года который мы открыли и попробовали и завершал наш сет вот этот релиз многим наверняка знакомый 15-летняя версия анпитет стайл 61 и 5 бутилированная в 2016 году многие знают у меня таких бутылок было достаточно много но это очень очень интересный продукт если где-то увидите опять же обязательно купите очень свежий очень минеральный очень легкий много лимона много цитрусов такая вот минеральная вода с лимонным и цитрусовым составляющим никакого обжигания никакой атаки на рецепторов нету бурбоновая сладость вот это вот минеральность свежесть морские соли если кто-то друзья был этим летом на море такое ощущение что морской воздух бьет вам в лицо песок и минеральные соли забиваются в рецепторы может быть даже в нос и глаза но от этого можно получить удовольствие даже несмотря на то что крепость очень серьезно еще раз повторюсь 61 и 5 градусов прекрасно пьется мягко пьется не нужна вода потому что он настолько открыт настолько свеж вот эти его составляющие не требует по моему мнению доработки еще раз повторюсь в этой линейке существует 17 и 18 летняя версия а начиналась вообще эта линия с но на че стейтмента и восьмерки если мне не изменяет память но пятнашка для меня эталон на этой серии абсолютно прекрасный релиз он разливался в шестнадцатом и семнадцатом году если я ничего не путаю но вот эта бутылка 61 и 5 которая уже опустела абсолютно гармоничный удивительно интересный и как раз летний виски потому что еще раз повторюсь очень много свежести очень много минеральности очень много легкости и действительно приятно выпить драм такого виски как финальный аккорд очистить рецепторы и получить удовольствие может быть не очень длинный но при этом еще раз повторюсь очень мягкий для своих 61 и 5 градусов мы берем паузу в изучении этого завода мои запасы пустые мы открыли порядка двадцати разных версий этого завода колыла в официальные версии у нас были негацианты wilson morgan поэтому пока мы берем паузу и ждем и надеемся на то что нас услышат диаджо и выпустят еще может быть несколько релизов а не только distiller's edition ограниченные версии для фестиваля на али ну и что-то уж совсем недоступная по нынешним временам и ценам мира виски я благодарю вас за этот ролик еще раз наверное хочется сказать что если вы увидите где-то бутылки с этикеткой на которых написано кулыла не бойтесь их покупать и пробовать потому что это действительно виски который заслуживает внимания да он не такой разрекламированный да он не такой популярный как большие ребята но при этом это самое большое производство айлы и это действительно красивейшее уникальное место с своим профилем характером который радует меня и любителей острова айла не атаками игрой в крепости и бесконечные маркетинговые коробочки а в честные релизы которые просто приятно пить поэтому друзья открывать все самое лучшее не хранить свои бутылки в чуланах и до новых встреч вам всего доброго